Как раз вопрос о свободе, о христианском понимании свободы поступил от слушателя Сергея. Слушатель пишет, во время поста нельзя вкушать того, чего хочется, нельзя ругаться, оскорблять человека, даже если он в чём-то виноват. О какой же свободе в христианстве можно говорить? — А что, надо оскорблять человека? Вопрос как-то у меня не дошёл, честно говоря. — Видимо, бывает хочется, а тут свободно нужно сдерживать. — Хочется выругаться? Ну, не знаю, зайдите в комнату тёмную, погасите светом, закройте двери, окна, и ругайтесь, сколько вам влезет. Ну, я шучу, конечно, не надо ругаться, потому что не может один и тот же язык, как говорит, тоже в Библии сказано, из того же источника течь вода чистая, прозрачная, свежая, и какая-то болотная жижа, грязь, вот, ну, понимаете, это то же самое, вот наш язык, ну, для чего его употреблять вот с какими-то ругательствами? Ну, поэтому здесь запреты, которые велики посты, они только, в общем, для пользы. Но и потом эти запреты, я ещё раз говорю, это всё-таки организованное проведение, организованная акция, скажем так, назовём, в кавычки поставим, акция уже многотысячелетняя. Я говорю много, потому что и до Христа, прихода Христа посты были в практике, людей разных, там, традиций, культур, вер, религий, были посты, и очень строгие были, архистрогие посты были. И, то есть, это всё как бы, это, ну, ну, то есть, ну, всё-таки это такая вот организованная акция, в которой человеку надо написать, вот, что надо делать, потому что иначе человек потеряется. Ну, хорошо, объявили пост, а что дальше? Постоянно начинают спрашивать, спрашивают одни и те же, задают одни и те же вопросы, но иногда хочется сказать, ну, что вы не знаете, ну, что там кушать, что не кушать, сколько можно это обсуждать? Вот, посмотришь какую-нибудь ленту, там, в Фейсбуке или какие-то новости, и вот опять пост приходит, опять начинают то же самое всё обсуждать, что уже тысячу раз сказано, пересказано. Но, значит, в этом есть какая-то, ну, потребность и необходимость напомнить себе, может быть, ещё кому-то, сказать себе, ну, когда мы говорим другим, там, нельзя того, нельзя того, то, значит, говорим прежде всего себе. Вот, если так, то это будет по-честному, по-правильному. Мы говорим прежде всего себе, и с себя начинаем, ну, вот тогда вот как бы так пост получится. Я вот одну важную фразу не договорил в предыдущей моей реплике до этого вопроса, что по поводу свободы и Бога, и веры. Вот вспомним замечательные, глубочайшие слова Ивана Карамазова. «Если Бога нет, всё дозволено», то всё дозволено. Понимаете, вот эта вседозволенность, вот если Бога нет, а только тогда как бы какое-то имеет смысл, и то, как мы видим, смысл-то, в общем, в этом и нет. Потому что, потому что, нет, отрицание Бога, это, по сути дела, безумие. Это человек теряет абсолютно сознание, теряет контроль над собой, над происходящим, над вообще мыслями своими, чувствами. Ну, и что там такое можно сказать? То есть неосознанно. Субтитры подогнал «Симон»